А борьба с коронавирусом во всем мире вновь замедлилась из-за нехватки вакцин. Всего 13 стран успели привить больше половины взрослого населения, а свыше 60 государств до сих пор не получили ни одной дозы. Чем это может грозить и что еще происходит в мире в нашем традиционном обзоре? Десятки стран Африканского и Тихоокеанского регионов по-прежнему лишены доступа к вакцинам. Еще в 12 странах привиты менее 1% населения. Это данные британского аналитического агентства Airfinity. В своих исследованиях они использовали данные о вакцинации в 243 странах. Даже лидер по скорости вакцинации Китай пока не преодолел 50-процентный рубеж. Хотя такими темпами в стране успеют привить 75% населения уже к концу года. К тому же Си Цзиньпин пообещал предоставить препарат Республике Фиджи. Там вакцинированы менее 2% граждан. А в Токио медленно спадает градус недовольства противников Олимпиады. В основном за счет ударных темпов вакцинации. Но все же большинство по-прежнему против игр. Несмотря на опасения медиков, организаторы решили допустить на соревнования зрителей, чтобы возместить хотя бы час цитрат. Игры пройдут при соблюдении санитарных норм. Но врачи опасаются. При всплеске заболеваемости система здравоохранения рухнет. До пандемии нам помогали с операциями врачи более крупных больниц. Но с началом эпидемии людей стало не хватать. Небольшие клиники вроде нашей в разгар эпидемии не справятся с наплывом тяжелобольных. В Великобритании митингуют представители турбизнеса. Из-за строгих санитарных требований для путешественников многие просто отказываются от поездок. Это ставит под угрозу целую отрасль, в которой трудится более 200 тысяч человек. Мы абсолютно раздавлены. Туристы просто не приезжают. У меня нет работы с 28 февраля прошлого года. Сейчас въезд разрешили только туристам из стран зеленой зоны. Но в правительстве обсуждают возможность открыть границы для граждан из желтых и красных стран. Но только при наличии прививки. А Испания отменяет маски на улице. Снять надоевший аксессуар испанцы смогут уже завтра, 26 июня. Обязательные миссизы останутся только в помещениях и в транспорте. В этой стране привито уже более 35% населения. Есть к чему стремиться. Оскар. Спасибо, Елена.